Макияж я начала делать лет 9 назад. Первыми это были брови. Брови у меня в молодости от нещадного выщипывания практически перестали расти. Они немножко росли, конечно, какими-то кустами. Форму не было возможности сделать, потому что они были очень редкие. И долгие годы я свои брови рисовала. И вот лет 9 назад я узнала о том, что теперь у нас можно делать как татуировки, так же и делать брови. И, конечно же, я этой возможностью воспользовалась. Первый мой опыт был очень неудачный. Мастеру, к которому я пошла первый раз, она только-только начинала свою деятельность на этом поприще. И она неудачно смешала пигменты. Изначально я просила коричневый цвет, потому что я в тот момент была рыжая и переходить хотела уже на более светлый. И попросила коричневый цвет бровей. Мне сделали. И когда уже пигмент в кожу впитался, когда сошла корочка... А, я не сказала сразу, что когда мне сделали, они были серые. И я так удивилась, и мастера спрашивала, почему они серые? Я просила коричневые. На что мне мастер ответила, они потом поменяют цвет, когда войдет пигмент в кожу, сойдет корочка, будут коричневые. Ну, хорошо. В результате, когда сошла корочка, сошла она быстро, в течение 6-7 дней, они все-таки серые. Ну, я думаю, хорошо. Мне мастер сказала подождать 2 недели как минимум, и потом уже беспокоиться. Неделя, 2-3, они серые. В результате, они так и остались серыми, брови. Конечно, я очень переживала, расстраивалась. Ну, мне серый, ну, никак цвет не подходил. И мне пришлось уже сразу красить коричневым карандашом рисовать их. Ну, благо форма была. Прошло несколько лет, я, помятая вот об этом первом опыте, как-то не стремилась что-то переделать. И тут наши, мои коллеги пошли к другому мастеру. Я посмотрела на работу на лице девушек моих, посмотрела форму и решила, что нет, к этому мастеру я идти не хочу. Ну, и как-то так сложилось, что еще через какое-то время посоветовали другого мастера. Наша клиентка, которая приходила в наш магазин. И я пошла к этому мастеру. Вернее, еще мои девушки, коллеги пошли. Я опять-таки на них посмотрела, мне понравилось, и я пошла к этому мастеру. Это было вот лет, наверное, 5 назад. Я пришла, все очень приятно, приятная девушка. Мы выбрали форму, мы выбрали цвет, мне сделали брови. Изначально они были более тонкие. Вы можете посмотреть сейчас, я приближусь. Изначально они были более тонкие. И когда мастер мне сделала, она сразу сказала, что раз в полтора года надо цвет обновлять бровей. Потому что мы летом, у нас солнышко, они выгорают в любом случае. И я стала регулярно, раз в год, раз в полтора года ездить к мастеру на обновление. Чем это очень хорошо. И я как бы всем рекомендую это делать. Первое, то, что вы каждый раз, когда приезжаете на обновление, вы можете слегка откорректировать цвет. Цвет пигмента. Потому что у вас, возможно, сейчас вы блондинка, потом вы брюнетка, потом вы рыжая. И от этого зависит немножечко цвет бровей. Это первый момент, который очень хорошо тем, что когда вы ездите на раз в полтора года на обновление. Это еще и по деньгам лучше, потому что это дешевле, чем сделать новые брови. И второй момент. Это очень хорошо тем, что вы можете немножко изменить форму. Буквально легкое касание иголки где-то здесь, здесь, здесь. И у вас немножко другая форма уже. Потом вы можете форму расширить, что я, например, и сделала. Я походила год с одной формой. И мне как-то вот я все-таки подумала, что они тонковатые. Я хочу все-таки пошире. И мы сделали пошире. И немножечко поэкспериментировала мастер с цветом пигмента. Ну вот, значит, сказала вам про то, что цвет, про форму вы можете менять. И плюс еще наши возрастные изменения лица, мимические, они тоже влияют на форму. То есть и вы тоже каждый раз, когда приезжаете, вы можете менять эту форму. Соответственно, вот вашей, как бы, возрастной мимическим лицам, морщинкам каким-то. Это про брови. Губы я сделала три года назад. Мне давно очень хотелось. У меня губы, своя форма губ, достаточно хорошая. Нижняя пухленькая, верхняя, ну как бы не узкая. Ну, в принципе, нормальная, мгновенная форма. Но так как нижняя губа у меня очень хорошо, вот ободочек отчерчен, верхняя немножко размыта. И мне очень хотелось именно не увеличение визуально губ. Хотя вам скажу, что после перманента губ они немножко увеличиваются. Нет, мне хотелось именно вот, прямо помните в детстве наши куклы? У них такие были губки бантиком. И так настолько была очерчена вот эта линия, мне вот этого очень хотелось. Я долго думала делать, не делать. Боялась, что сделают так, как мне не понравится. Потому что губы это очень мимическая часть лица. Мы постоянно как бы ею двигаем. Но все-таки решилась. И сделала. И очень довольна. Я сейчас приближусь, помолчу, вы посмотрите. Я нанесла просто блеск, чтобы вы видели. Губы я сразу хотела сделать практически и сделала, мастер мне сделал, самым светлым пигментом. Мне не хотелось вот этой вычурности, вот этого как будто как видно, что у вас есть вот контур. Мне этого не хотелось. Мне хотелось более естественного эффекта. То, что, ну, просто губы как бы вот очерчен контур. Вот этого. И я уже сделала один раз коррекцию. И еще раз. И опять-таки я сделала тем же цветом. Просто как бы вот этот контур я обновила. Хотя, мастер мне сказала, что обновлять губы раз можно в три года. Потому что очень тонкая кожа. И не обязательно часто. Вот это все плюсы, которые я вам рассказала про перманентный макияж. Единственный минус, который у меня лично проявлился в последний раз, когда я ездила на обновление. Это очень сильно кровило и брови, и губы. Я не знаю по какой причине. Возможно, это возраст. Не знаю. Возможно, как-то гормональное что-то у меня был всплеск в этот момент. Я не знаю, но очень сильно кровило. И, конечно, минус обновлений бровей. Это, когда вам иголочкой каждый раз бьют, это кожа, микро-шрамики появляются. Но все плюсы, которые есть от того, что вы... Вот вам не надо. Вы утром встали, умылись, и вы красавица. У вас есть брови, вам не надо переживать. Губки вы накрасили, просто блеск. И все. И вам не надо больше ничего делать. Потому что вы уже красивы. Вот я вам расскажу.